И наша тема сегодня это кино, но не просто кино в России, да, или кино в СССР. Вы наверняка многие смотрели фильмы, может быть читали что-то, но сегодня мы говорим конкретно о кино в Петербурге. Что было в Петербурге, какие фильмы есть в Петербурге, что вообще происходило в этом городе или в Ленинграде. Да, тогда... Ну и, конечно, всё начинается с того, какая в Петербурге главная киностудия. Может быть, кто-то это название знает. Киностудия. Да, из тех, кто не из Петербурга. Ленфильм. Да, Ленфильм написано там. Ленфильм. Лен почему, как вы думаете? Ленинград. Да, конечно, Ленинград, поэтому Ленфильм. А, и, как у нас, да, указано, это старейшая киностудия в России. Ну, у нас есть ещё мусс-фильм, да, о нём чуть-чуть потом, я скажу. Ленфильм в Ленинграде появилась, вот, да, в начале 20 века, в 14 году, находится старое здание историческое на Петроградской стороне, красивое. Оно там сейчас есть, вот тут написано Ленфильм крупными буквами, можно поехать посмотреть. Они ещё показают. Работают, да. У них даже, да, есть бюджетные деньги, и они что-то снимают, они ещё работают. И, да, Ленфильм, да, как мы видим, вот эту вот часть из советского времени, и в Советском Союзе у нас любили, да, делать разные контаминации. И Ленфильм это не единственное название, у него было много имён. Он назывался Союз кино, да, Советский Союз, Союз кино, да, Сов кино. Любили, жонглировали, как хотели, да, просто делали разные части. И у него также было название Росфильм и много-много-много других. В зависимости от политической ситуации или экономической, им выгодно было называть так. В один период, в другой период назвали по-другому. Сейчас это Ленфильм. Всё. Уже навсегда, надеюсь. А в чём особенность, да, в истории Ленфильма? Он у нас появился в начале 20 века и с тех пор работал. Даже когда была война, да, Великая Отечественная война, он не переставал работать, он просто переехал. Он эвакуировался. Его эвакуировали, как многие музеи. Да, у нас эвакуировали музеи, например, в другие города, далеко от фронта. И Ленфильм тоже как культурные объекты, да, его перенесли в Казахстан, Алматы, в город. И там он снимал фильмы о войне, да, об обороне, о патриотизме. Приложал работать. И за историей существования Ленфильма там было очень всё продуктивно. Там много-много фильмов сняли на Ленфильме. О некоторых мы сегодня поговорим. И, как я уже сказала, у нас есть таких два, да, два самых главных. Ленфильм и Мосфильм. Если вы смотрели советские фильмы, вы наверняка видели чаще вот это, да. Ну, рабочий и колхозница, да, наша такая классическая советская статуя. Это символ Мосфильма. Если смотрите советский фильм, и они вращаются так, написано вницу Мосфильм. Таких фильмов вы, наверное, видели меньше, если вообще видели, да. Потому что на Мосфильме просто снимали больше. Это считается как кузница, место, где появлялись, да, вот золотой фонд советского кино. Там в основном снимали все советские фильмы, которые вы знаете. Но, тем не менее, да, хотя на Мосфильме было больше фильмов, это самый старый. И мы можем гордо говорить, что Ленфильм, может быть, у нас и меньше фильмов, но зато мы первые, да. Это оригинально первая киностудия, да, у нас в стране. И, кстати, да, что это у нас такое? Почему у нас такой символ? Татуя, да, Петр Первый, Медный всадник. Да, Петр на коне, около Невы стоит монумент, Медный всадник. Символ, конечно, было много версий, какой сделать символ. Кто-то предлагал Петропавловскую крепость, был конкурс. И одна художница сказала, давайте сделаем Петра все-таки у нас, да, Петроград, Ленинград, Петербург. И в результате выиграл вот этот символ и стал Ленфильм с конем и Петром. И когда мы говорим о Ленфильме, все равно, хотя в Мосфильме было больше известных классических кино, на Ленфильме тоже снимали многие картины, которые стали, у них получилась мировая популярность. Например, кино Чапаев, да, кто-нибудь знает, кто такой Чапаев, может быть, слышали? Нет, не слышали. Ну, это нормально, да, Чапаев, он герой гражданской войны, да. Гражданская война, вот, да, когда начало СССР, была гражданская война в стране, Чапаев был героем гражданской войны. Это как, он популярный персонаж, да, не только в фильмах, он историческая личность, историческая персона. Он также герой многих анекдотов. Чапаев – это такая фигура. Если вам интересно, фильм очень старый, да, 34-го года. Если вам интересно посмотреть, да, это как исторический фильм, посмотрите. Снят на Ленфильме. Чапаев. А из других известных фильмов, да, я только некоторые выбрала, есть фильм очень известный, считается классикой жанра советского кино. Это Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Конечно, это не русская литература, да, это Конан Дой, но вот у нас считается, что Шерлок Холмс – это классика, золотой фонд. И его тоже сняли на Ленфильме. Вот в русском, да, у нас, в нашем фильме Шерлок Холмс, он вот так вот выглядит, а доктор Ватсон вот так. Немножко отличается, да, не как в других, например, да, английских фильмах. У нас вот такое представление, как должен выглядеть Шерлок Холмс. Можете посмотреть, это как сериал, там несколько серий, да, по конкретным частям Шерлока Холмса, по конкретным сюжетам. Еще один фильм, который снимали на Ленфильме, это «Человек-амфибия». Я не знаю, слышал кто-то об этом или нет, потому что это русский, да, на русской книге, на основе, на базе русской книги Беляева, да, «Человек-амфибия», сняли кино, это такая жанр фантастика, «Человек-амфибия». Амфибия вообще понятно, да, как амфибия? Животное, ну, животное, я не биолог, к сожалению, амфибия, это, да, не знаю, какой там разряд. Животное, которое живет в воде, да, и на земле. И вот «Человек-амфибия», вот этот человек, он как эксперимент науки, он может быть как человек на земле и плавать под водой, потому что у него есть жабры. И там, конечно, романтическая история, он встречает девушку и так далее. Интересный фильм такой, романтический, но и драматический. Там есть и драматические моменты. Тоже снимали на Ленфильме, считается классикой советского кино «Человек-амфибия». 61-й год. И сейчас мы плавно переходим к тому, о чем я вам сначала сказала. Да, сегодня, поскольку мы говорим о кино в Петербурге, но, а также и о кино, да, вообще, особенно в контексте русского языка, нас интересует, да, как мы можем вообще говорить о кино. Когда я рассказываю вам о фильмах, я как-то их характеризую, да. Например, я говорю о жанре фильма. Тут у вас есть список жанров, и у вас на листе тоже есть список жанров, да, по цифре 1. Некоторые жанры, они другие, не как по-английски. Какие-то жанры совпадают с английским, да, например, комедия, да, триллер, драма. Но некоторые не совпадают, и поэтому их нужно знать. Например, у нас есть боевик. Как вы думаете, что такое боевик? Есть какие-то ассоциации боевик? Ассоциация боевик. Ассоциация боевик. Война, да, ассоциация война, еще что-то. Боевик, боевик. Тоже война, да. А у вас, девушки? Ну, я уже. А, война, у вас тоже боевик, да? Я не знаю. Не знаете. Хорошо. Да, драться. Вот драться, это более точная характеристика. Война, это когда уже глобально, да, у нас там пушки, пистолеты, танки. А вот боевик, это не совсем как бы такое глобальное, да. Боевик, это когда есть какое-то оружие, пистолеты. Часто это что-то вот такого типа, да, когда есть какой-то там, не знаю, человек, у которого проблемы с бандитами, и он там просто всех побеждает, да, он супергерой, и он, да, он со всеми расправляется. Боевик, это когда есть вот эта вот какая-то активная деятельность, да, при том есть пистолеты, пушки, да, и адреналин. Вот это боевик, да. От слова бой, бой, это как драться, да, бой, это как борьба, когда вы с кем-то деретесь, боевик. А фильм ужасов, фильм, понятно, ужасов, страшные фильмы, да, 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 страшные фильмы, да. У нас есть тоже русская такая просто, ну, транслитерация, мы говорим иногда просто хоррор, но это англицизм. У нас есть свое русское слово, фильм ужасов, да. Ужастики, да, это сленговые, да, я не люблю ужастики, например. Фильм ужасов, наша русская версия хоррора. Ну что-то разные триллы. Трилл это сикл, сикл, сикл. Да, а фильм ужасов обычно просто неприятно смотреть. Современный фильм ужасов, ну, лично я не фанат, не знаю, как вы, Рэйчел, вам нравится смотреть? Ну вот, да, фильм ужасов это что-то такое, ну да, какая-то паранормальная или что-то про маньяков, да, то что, про монстров, то что, у нас есть фанатовый фильм ужасов. Кого-то фильмы ужасов очень смешат, я думаю, кому-то смешно их смотреть. Да, вот это то, что мы называем таким классическим примером фильмов ужасов. Кстати, русский. В России фильмы ужасов это не самый популярный жанр, ну, обычно просто они плохо получаются по какой-то причине, но тем не менее у нас это начинает развиваться. И есть немножко, ну, есть некоторые примеры фильмов ужасов, да, вот это, например, «Ведьма» по произведению Гоголя. У Гоголя, да, писателя есть произведение, которое называется «Вий», это про монстра, про монстра, который мог посмотреть, да, и всё, у человека, человека больше нет. Да, такая мистика. Мистика. Комедия. Ну, с комедией всё понятно, я думаю, давайте я эту картинку уберу, чтобы вы на неё не смотрели. С комедией, наверное, всё понятно. Здесь, как в английском языке, комедия, комедия. В России тоже просто комедия. Триллер. Вот триллер тоже как английское слово. Я думаю, что, как сказала Рэйчел, разница в том, что фильм ужасов это очень конкретные ужасы, да, такие канонические ужасы. Триллер может быть что-то психологическое, что-то не такое открытое, не такое прямое. Триллер может быть психологический. Ну, с драмой тоже понятно. Драма не в значении театра, да, а драма в значении, что эмоции, переживания, какая-то трагедия, конфликт. Драма. Часто добавляют ещё мело. Мело-драма, значит, есть музыка на фоне, да. Такая грустная песня, герои едут, не знаю, в машине. Вот это мело-драма, да, они там думают друг о друге. Мело-драма. Фантастика. С фантастикой тоже всё понятно, да. Фантастика, как в английском. В России тоже просто фантастика. Документальный фильм. Вот тут интересно, документальный фильм и исторический фильм, как вы думаете, какая разница? Вообще документальный, понятно? Что, какая у вас версия, что такое документальный? Как репортаж. Да, как репортаж, да, какие-то есть исторические архивы, например, да, и вы показываете. Нет актёров реальных, да, которые исполняют роль, играют роль. А, ну, обычно это просто какие-то реальные, да, кадры, какие-то реальные видео, и их просто соединяют и голос за кадром комментируют. Вот это обычно документальный фильм. А исторический, что такое, как вы думаете? Какая разница документальный и исторический? Есть версия? Может быть, там исторический фильм, я не знаю, как больно. Ну да, какая-то, да, совершенно верно. Исторический фильм, там могут быть актёры, это может быть фикция, абсолютно, да. Ну, как бы они могут базировать что-то на историческом событии, но актёры, диалоги, слова, которые они говорят, это может быть просто скрипт, сценарий. И исторический фильм, это может быть художественный. Есть документальный документ, есть художественный, когда есть фантазия, да, мы пишем сценарий. И исторический фильм, например, у нас есть фильм «Адмирал» по историческим событиям, начало революции, «Адмирал», «Колчак». Вот это базируется на историческом факте, на историческом каком-то событии. Мы не назовём это документальным фильмом, это исторический фильм. Это то, что люди специально снимали для кино, это не документы, это специально игровое кино. Так, музыкальный фильм, как вы думаете, что делают в музыкальном фильме? Актёры поют. Да, конечно, актёры поют, часто танцуют, обычно там всем весело, да? У нас тоже есть экземпляры такого жанра, не самый популярный может быть в России, но есть экземпляры. Например, всем известный фильм, ну, в России всем известный, я не знаю, вы слышали об этом фильме? «Стиляги», да, это фильм «Стиляги», вот это «Стиляги», да, «Стиляги» — это как такая субкультура, которая была в прошлом веке, в 60-е, 70-е годы, те, которые были фанатами американской западной моды. Они хотели слушать джаз, в Советском Союзе была цензура, нельзя было слушать музыку других стран, только наши советские гимны, а эти люди, молодые люди, они хотели расширять свои горизонты, им нравилась западная музыка, рок-н-ролл, может быть, джаз, и они одевались очень-очень ярко. Ярко значит цвет, да, зелёный, красный, жёлтый, а обычно в Советском Союзе все люди как униформа, да, серый-серый, белый-чёрный, вот, у них фильм, они поют, танцуют, и это, можно сказать, музыкальный фильм, музыкальный фильм. Ну, и криминальный фильм, как вы думаете, популярный журнал России. Кто-нибудь смотрел криминальные фильмы? Например, русские криминальные фильмы, самый-самый известный, наверное, сейчас, культовый, вот этот фильм, кто-нибудь смотрел? Ещё не смотрели, ага, ещё не смотрели, ну, может быть, кто-то слышал о том, что у нас была такая эпоха, да, 90-е годы, да, конец, конец XX века, 90-е, да, 91, 92, 3 и так далее, да, когда Советский Союз, столько-только, всё, больше нет Советского Союза, нет законов, да, какая-то анархия, и было очень много криминала, и вот об этой эпохе снимали криминальные фильмы, да, бандиты, Петербург, это просто эпицентр был, и вот этот фильм, брат, да, Сергеем Бодровым в ролях, он как раз описывает очень, ну, показательно, очень репрезентативно этот период именно в Петербурге, тогда, да, кто-то ещё называл Ленинград, но Петербург был такой, прямо центр бандитского мира, можно сказать, в 90-е годы, поэтому именно здесь этот жанр было вот так вот легко снять, легко показать, как это всё выглядело. Запомните эти все жанры и смотрите на листочек в следующий раз, когда мы будем смотреть фильмы. Что ещё мы, какие мы ещё характеристики даём кино, когда мы его обсуждаем? Ну, какие-то формальности, да, например, когда он был снят, когда его сделали. Для этого мы используем конструкцию, чуть-чуть грамматики, да, мы используем порядковое числительное в генетиле, да, например, это фильм 2005 года, то есть если вы хотите сказать о каком-то фильме, да, о какой-то картине, которую вы знаете, когда сняли, вы используете такую конструкцию. Это фильм 2005 года, это фильм 1995 года. Нужно подумать, да, вспомнить, ага, так, порядковое, так, генетиле, и потом говорить, да, используем вот такую конструкцию. Как мы говорим об актёрах? Мы, например, знаем, кто там есть, вы можете, конечно, сказать, ну, в этом фильме есть, но это не совсем русская фраза, русские скажут как-то более, как фиксированная фраза, у нас есть как клише, да, в виде клише мы скажем, в фильме играют или в фильме снимались. Вот снимались это на камеру, когда камера вас записывает, да, в фильме снимались или просто в ролях. И дальше имя, 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 да, например, в фильме играют Антонио Бандерас, да, Пенелопа Круз, не знаю, Сергей Безруков, такой хороший фильм. Да, в фильме снимались, в ролях в фильме играют. Если это мультфильм, да, анимация, сейчас популярный тоже жанр стал, для анимации мы не говорим, в фильме играют, они, никто там не играет, да, в анимации мы рисуем, для анимации мы, скажем, роли озвучивали. Озвучивать это, когда вы даёте голос, ваш голос персонажу, это озвучивать, роли озвучивали. И как мы говорим о самом главном человеке фильма, да, режиссёр. Режиссёр это кто такой, как вы думаете? Человек, который снимает фильм. А, снимает оператор, оператор снимает. Но вы правы, да, режиссёр это как бы самый главный, чья идея. Да, чья идея у него это первое, он поговорил со сценаристом, поговорил с оператором, с актёрами и сделал фильм, да, он как главный идеолог. Режиссёр. Режиссёр. И как мы говорим о режиссёре? У нас есть, да, два варианта. Вы просто можете использовать номинатив, режиссёр фильма, режиссёр фильма, например, Александр Сокуров, русский режиссёр. Или вы можете использовать генетив функции каков, да, фильм Александра Сокурова. Это для тех, кто чувствует себя уверенно с кейсами имён. Если не чувствует себя уверенно с кейсами имён, просто номинатив, отлично. Да, режиссёр фильма, Александр Сокуров, да, режиссёр фильма Стивен Спилберг. Кто-то ещё? Да, например. Вот у вас пост, да, франкофония, фильм Александра Сокурова. То есть такую фиксированную фразу мы реально используем в речи. Кто-нибудь знает этого режиссёра? Он как раз снимал документальные фильмы. Они такие, чуть-чуть полудокументальные. Например, это о коллекции Лувра, да, что было с коллекцией Лувра во времена, когда нужно было спасать от оккупации, да. Как это происходило, что было полудокументальный жанр и называется франкофония. Так, ну и потом мы идём к какой-то уже описательной части, да, вообще сюжет, да, то, что мы называем сюжет. Этот фильм, о, кто, да, узнает эту грамматическую конструкцию, может её прекрасно использовать. Я вижу счастливые лица студентов, которые это изучили и готовы использовать. Этот фильм, например, о том, что, да, в России в 90-е годы было страшно, или наоборот некомфортно, или что-то там, не знаю. Или просто использовать о илокатив, о любви, о войне, да, о какой-то, не знаю, об эпохе сталинизма, о чём-то. Просто существительное. Если это как основано на книге, например, на романе Анны Каренина, вы используете другой кейс, другой падеж. Фильм снят по, да, с дативом. Фильм снят по роману. Фильм снят по книге. Фильм снят по сюжету, по рассказу. Используйте датив. Да, например, фильм снят по роману Анны Каренин. Другая версия, сказать то же самое. Сюжет основан на слухативах. Да, основан, значит, базируется. Базируется, основан на романе Анны Каренина. И если, например, это фильм ужасов, вы часто можете увидеть такую фразу. Фильм основан на реальных событиях. Та страшная девушка, которую вы видели, та ведьма. Всё было на самом деле. На реальных событиях, на постерах, фильмах ужасов. Так, ну и такой финальный момент, скажем, когда фильм получает какие-то призы, премии, награды. У нас есть несколько способов сказать об этом, что фильм титулованный. Например, самое простое. Этот фильм получил премию Оскар, там, Золотой глобус, ещё что-то. Да, приз Каннского кинофестиваля. Или мы можем сказать более сложное слово. Это удостоен. Удостоен, это значит, ему дали честь, как он. Удостоен, премии с генитивом. Оскар, Золотой глобус и так далее. Это как мы говорим о наградах. И если вы хотите сделать какое-то ваше персональное, какое-то конклюжн, заключение, вы можете сказать, этот фильм классика, да, и потом аджектив генитиве, например, советского кинематографа. Да? Например, служебный роман, классика советского кинематографа. Можно сказать, какой-то фильм классика французского, американского, английского, какого хотите. А и сейчас мы с вами переходим к описанию и обсуждению, но сначала просмотру фильмов, которые снимались в Петербурге. Первый фильм, о котором мы с вами сегодня поговорим, называется «Невероятные приключения итальянцев в России». Что такое невероятные, как вы думаете? Невероятно, вероятность, это как возможность, да, невозможные, да, экстраординарные, необычные приключения, это события, да, приключения, то, что с ними случилось, да, необычные события, да, то, что было с героями итальянцев в России. Прежде чем мы поговорим о сюжете, посмотрите, пожалуйста, на кадры из фильма. Вы что-нибудь узнаете? Какие-то локации. Исаакиевский собор. Конечно, да, Исаакиевский собор, так, один узнали. Вот это кто-нибудь узнает? Русский музей. Похож, похож. Я знаю, это самим пропорцией на улице. Прекрасно, да, у нас тут архитектурный эрудит. Да, это улица Росси, это около Александринского театра. Улица Росси, она суперпропорциональная, да, Росси спроектировала её так, что две стороны улицы, тут, кстати, Вагановская академия балета, вы когда смотрите, да, вам кажется, что это как коридор, а это стена, да, что театр это как стена, и что это как помещение, как здание, да, очень пропорционально. Хорошо, узнали улицу Росси. Что это такое? Кто-нибудь узнаёт? Смольный. Смольный, да, Смольный собор. Я не слышала, кто сказал. А, Анабе сказала. Хорошо, узнали. Смольный собор, да, его видели? Все видели Смольный собор? Ещё нет? Советую посмотреть. Можете посмотреть фильм, кино или пойти посмотреть сами, вживую. Хорошо, что у нас тут ещё есть? Ну, тут как-то не очень понятно. Вот это кто-нибудь знает? Это набережное небо, небо. Похоже, набережная, набережная. Узнаёте набережную. Отлично, супер. Вот это что у нас такое? Дворцовая площадь. Дворцовая площадь. И что у нас на дворцовой площади? Эрлитаж и... Колонна, да, Александринский столб, Александринская колонна. Хорошо. Что это? Слевин. Слева? Да. Я думаю, что... Я так думаю, что это летний сад, если кто-то со мной... Какой-то странный. Ну, я думаю, что львы, львов, в этом фишка этого фильма. По сюжету фильма старая иммигрантка русская умирает в Италии и говорит своей, да, наследнице, говорит, у меня в Петербурге, в Ленинграде есть много денег, есть наследство. Но единственная фраза, которую она даёт этой девушке, это сокровище, да, подо львом. И она не говорит, какой конкретно лет. В этом проблема, потому что... Почему в этом проблема, как вы думаете? В Петербурге один лев? Много. Много. Вот это только два, а есть ещё много-много-много-много. Петербург, говорят, город львов. Да, везде этот символ, если вы будете смотреть, львы есть очень-очень-очень много где. И эти люди должны каждого льва, да, проверять. Они, некоторых, они просто убирают и смотрят. В этом проблема с Петербургом, в этом идея этой комедии. Хорошо, и давайте посмотрим маленький эпизод. Это не Петербург. Ты у меня единственная внучка, я оставляю тебе всё, что у меня есть. Как драгоценности, золото, рубины, бриллианты, жемчуга. На девять бриллиардов. Я тебе завещаю сокровища временной грани. Они спрятаны. Они спрятаны. Они спрятаны. Играет музыка. Играет музыка. Да, я не скажу, откуда взялся лев, посмотрите сами этот фильм. Но интересный факт об этом фильме и об этом реальном льве, что у него очень маленькая роль в сценарии. Он очень талантливый лев, ему нужно больше эпизода в фильме, и так далее же всё равно. Ну ладно, пусть бегает больше. И льва в фильме действительно много, если вы посмотрите. Может быть, потому что это кинолев, он снимался во многих-многих фильмах, и в Азербайджане, и в России, и в других постсоветских странах. Поэтому, возможно, так и было. Да, в общем, это лев-кинозвезда. Да, про него тоже можно сказать в ролях лев-кинг. В ролях лев-кинг. А теперь у меня задание для вас. Вот здесь для вас краткий такой анонс для этого фильма, но очень краткий. Ваша задача сейчас попытаться раскрыть вот эту информацию, используя конструкции. Попробуйте, попробуйте. Например, у нас вот тут есть год. Кто готов рискнуть и сказать нам, какого года этот фильм? 1973 года, когда это порядка, мы меняем только по средней части. 73-го, только 3-го. С другими словами нет проблем. 73-го года, прекрасно. Как мы скажем о жанре? У нас нет конструкции, но попробуйте. Так. Это фильм о комедии. А о это когда у нас есть какой-то субъект, какая-то тема, топик фильма. А если это жанр, просто жанр этого фильма, комедия. Жанр этого фильма комедия или просто это комедия. Хорошо. Как мы скажем про режиссёров? Как видите, у нас есть один русский режиссёр и один итальянец. Потому что фильм – это коллаборация. Итальянцы есть и русские. Кто хочет попробовать? Давайте. кто-то. Этот фильм – это Рязанова. Рязанова. Это фильм Рязанова. Ага. И Проспери. Да, но Проспери мы не меняем по кейсам, здесь всё без проблем, потому что не русская фамилия. Фильм Рязанова или фильм снят Рязановым. Хорошо. Как мы скажем про актёров? В фильме играют. Прекрасно. Да, и в роли. Отлично. Андрей Миронов. Андрей Миронов. Антонио Сантелли, да? Итальянка. Хорошо. И кто может описать, какие призы получил этот фильм? Кстати, вот эта премия русская, премия называется «Ника» – это приз Русской киноакадемии. У нас тоже есть свой приз. Давайте. Это фильм получил премию «Ника», «Кинотага» и «Сильвер Юго». Ой, это у нас из другого, скорее всего, фильма. Простите, пожалуйста, это, кажется, моя плошность. Это слишком новое премиум. Это, скорее всего, из фильма «Брат». Я прошу прощения. Получил премию, например, «Кинотага» или «Ника». Ну, скорее всего, там было что-то советское, например, государственная премия Советского Союза. Хорошо. Кто знает этот фильм? Переходим к следующему. Обычно его смотрят все. Обычно этот фильм смотрели все. «Ирония судьбы». О чём этот фильм? Кто помнит? Кто смотрел? Так, Пётр, о чём этот фильм? Есть врач, он переехал случайно, была ошибка. По ошибке? По ошибке, да. Из Москвы, я думаю. И он приехал в Ленинград. В Ленинград, да. Пока на этом остановимся, чтобы без спойлеров кто не смотрел, ещё посмотрим. Да, мужчина, главный герой, он приехал из Москвы в Ленинград по ошибке. Потому что адрес был точно идентичный, да. В Москве и в Ленинграде у него был точно такой же адрес. И он был пьяный после Нового года. У них была вечеринка. И он просто перепутал, да. Два города, поехал не в тот город. И в этом фильме есть эпизод, если вы помните, не знаю кто помнит или нет. Там есть эпизод во второй серии, когда показывают виды Петербурга. Да, под музыку, которую мы сейчас послушаем. Ага. Что за страна это такая, города? Что за страна города? Это где мы были вчера. А где вы были вчера? Петербавловская крепость. Ну, не совсем, да. Вот шпиль вы увидели? Да, шпиль есть ещё у Адмиралтейства. Адмиралтейство. Петропавловская крепость, она в другой стороне, как остров. А это шпиль? Фото сделано оттуда. А, вы говорите фото оттуда, как аспект? Да, да, да. А, перспектива, извините, да. Перспектива, да. Перспектива, да. Я думала бы об этом шпиле. Ну, и что мы тут можем узнать? Какие объекты вы можете узнать? Холон, астерин. Холон, астерин. Да, астерин, астерин. Да, астерин, астерин. Да, астерин, астерин. Ну, конечно, наш любимый. Да, астерин. Исаки. Да. Исаки, да. Хорошо, да. Ну, и тут вот Адмиралтейство ещё чуть-чуть виднеется. Да, и мост, конечно, мост. И мы сейчас посмотрим этот эпизод. Для тех, кто не видел, возможно, будет интересно. Один до Москвы. Я спросил у Ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая голубой. Я спросил у Тополя, где моя любимая? Тополь забросал меня осеннее листво. Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождём. У дождя я спрашивал, где моя любимая? Знаёте? Екатерина. А, да. 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 Я спросил у облака. Вот это кто-нибудь узнаёт место? Кто-нибудь живёт около метро Синая площадь? Видимо, нет. Хорошо. Это Никольский морской собор, такой голубой-белый. Недалеко от метро Синая площадь. Можно пешочком пройти. Или от Мариинского театра. Грюков канал, да? Вот так вот идти, идти, идти. Красивый, очень-очень красивый собор. Тоже можно посмотреть. Ну, хорошо. Тут мы виды все с вами уже рассмотрели. И интересный факт. Да? Вот эта главная героиня, она полячка. Она не русская, да? Помните, как её зовут, может быть? Да. Барбара Брыска. Барбара Брыска. Проблема была в том, что она хорошая актриса, но она говорила по-русски с акцентом. И в фильме её дублировали. Её дублировала русская актриса другая. А песни, когда она пела песни, её дублировала наша очень знаменитая эстрадная певица Алла Пугачёва. И когда вы слушаете, например, как она поёт в фильме, знайте, что это не сама актриса поёт, это поёт за неё Алла Пугачёва. Алла Пугачёва, слышали имя? Да. Да, это такая очень-очень известная советского ещё времени певица. И сейчас она тоже ещё иногда выступает. Хорошо. Следующий фильм, который мы с вами посмотрим, называется «Осенний марафон». Я не знаю, кто-то его смотрел или нет, потому что он, ну, может быть, не такой популярный, как «Ирония судьбы», но он тоже снимался в Петербурге. И в нём тоже очень много видов, которые вы можете узнать. Никто не смотрел? Хорошо. Может быть, вы посмотрите его в будущем. Тогда я не буду много рассказывать о нём. Просто попробуем угадать локацию. Попробуем угадать локацию. Кто-нибудь знает, где вот это? Такой большой-большой серый мост. Кто-нибудь... Ага, да. Кто у нас тут старожил, давно живёт? Ага. Вот есть река Фонтанка, да, и через реку Фонтанка есть такой мост. Никогда не видели? Советую посмотреть. Очень такой массивный каменный мост. И вот он тоже фигурировал в этом фильме. Кто-нибудь узнаёт вот это вот сооружение? Это уже подсказка сразу не Исаакиевский, да, не Голосой Купу. Казанский, да. Это Казанский собор, да. Мы видим вот этот вот портик у него. Казанский собор, да. Ну и набережные, конечно, всегда. Набережные, набережные, набережные. Осенний марафон – это такая социальная драма, да, о человеке, у которого такой любовный треугольник, скажем, и он не может решить. И фильм интересен тем, что он поднимает проблемы именно такие, какие-то человеческие, персональные отношения. И за это фильм получил много критики, потому что многие люди, особенно женщины, когда его смотрели, им это не нравилось. Они говорили, режиссёр почему-то сделал такой, каких-то плохих героев. Они слишком реальные, и нам это неприятно смотреть, потому что очень острая какая-то проблема была поднята – отношения людей. Поэтому, если вы хотите насладиться видами Петербурга, когда смотрите какой-то советский фильм, можете посмотреть осенний марафон, и заодно потом попробуйте объяснить другим, почему марафон. Я не буду говорить. Ну и, как всегда, наша практика. Пожалуйста, давайте быстренько скажем краткую характеристику для этого фильма. Кто может нам сказать? 1979 года. Девятого года. Прекрасно. Просто прекрасно. Кто может сказать нам про жанру? Романтический фильм. Романтический фильм или драма. Да, очень часто ставят каких-то два жанра, потому что сложно сказать одним жанром. Пожалуйста, кто вы? Можете нам, пожалуйста, сказать режиссёра? Георгий Данелли. Да, да. А если по конструкции попробуем? Режиссёр фильма. Георгий Данелли. Или фильм Георгий Данелли в генетиле. Но это сложно. Это если вы уверены с кейсами. Хорошо, хорошо. Кто скажет нам про роли актёра? Да, это грузинская фамилия, поэтому трудно. Василашвили. Василашвили. Это вот он. И Наталья Гундарёва. Ну, трудности с русскими именами странными, трудно произносить с первого раза. Ага, кто может сказать про призы? Кто давно играл? Давайте, Пётр. Фильм получил Виэцианс. Ага, получил что? Приз. А, Фильм получил приз Виэцианского актёра. Прекрасно, да. И Берлинского ещё. Ещё Берлинского, да. Хорошо. Так, следующий фильм. Чуть-чуть совсем расскажу о нём, потому что этот фильм снимался не полностью в Петербурге, а только маленький эпизод. Вокзал для твоих. Тут снова играет наш актёр Олег Василашвили. Он просто звезда советского кино. Он сейчас очень известный. И тогда он был просто очень популярным актёром. И Людмила Гурченко. Может быть, кто-то слышал её имя. Людмила Гурченко – это певица, актриса. Она была очень известна тем, что у неё была просто идеальная талия. Очень тонкая талия. Людмила Гурченко. Почему здесь презентация этот фильм? Потому что вообще фильм снимался в Москве. Но там есть эпизоды, где был Витебский вокзал. Витебский вокзал, знаете, где метро Пушкинская. Витебский вокзал. Красивое историческое здание. И он тоже попал в кадр фильма. Попал в кадр фильма. Так, давайте. Меня интересует год. Кто-нибудь может мне выдать год? Давайте наблю. 1982 года. Да, 1982 года. Хорошо. Это у нас жанр мелодрама. Определяем как мелодрама. И кто-нибудь может мне, пожалуйста, режиссёра по конструкции? Этот фильм. Эльдара Розанова. Да, это фильм Эльдара Розанова. Режиссёр фильма Эльдара Розанова. Хорошо. Дальше мы переходим так. Очень резко, конечно. Фильмов очень много, которые... Но время у нас есть какой-то лимит. Поэтому мы резко меняем эпоху. Тут у нас был советский кинематограф. Тут у нас постсоветский кинематограф. Один из первых фильмов постсоветского кинематографа. Это фильм Брат. Какой жанр? Кто помнит? Криминальный фильм. Криминальный фильм. Да. Брат. Это про эпоху 90-х. Брат. Это... Вот это главный герой. У него есть брат, который живёт в Петербурге. И из другого города, из провинциального города, главный герой приезжает в Петербург к брату, и начинаются всякие трудности, всякие криминальные проблемы, скажем так. Но в фильме очень много красивых видов Петербурга. И если вам хочется посмотреть, как Петербург выглядел не сейчас, а, например, в 90-е, разница есть. Вы можете посмотреть и, ну, просто узнать какие-то места, которые вы тоже видели. Петербург 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 Ага, кто-нибудь узнал из предыдущего кадра? локацию. Извините, пожалуйста. Кто помнит, как называется та локация? Миллионная. А вот этот канальчик кто-нибудь помнит? Это рядом. С прилагательным зимняя канавка. Обычно, если вы едете на экскурсию на кораблике летом, там очень часто проезжают эти корабли. Зимняя канавка. Маленький, да? Маленький такой канавчик. Ага, вот эту локацию. Кто-нибудь узнает эту локацию? Это очень ярко от школы. Да, это недалеко от школы. Это что вообще такое, судя по конструкции? Что это такое? Это мост. Это мост, да. Никто не помнит название, да? Аничков. Аничков мост. И там сколько таких статуй? Помните? Четыре. Четыре, да. Четыре статуи. Четыре такие аллегорические статуи коней. Один, точнее, конь и человек. Хорошо. Ну все, тут уже не такие узнаваемые пейзажи, поэтому мы пойдем с вами дальше. Ага, хорошо. И давайте вот мы опустим в этот раз, попробуем сказать, попробуем сказать о режиссёре. Этот режиссёр кому-нибудь знаком? У него очень много фильмов о Петербурге, и именно вот таких вот проблематичных, социально проблематичных фильмов он показывал эпоху, да, Алексей Балабанов. У него есть очень тяжелые фильмы, но брат такой, скажем, культовый. Кто может сказать и режиссёра? Давайте. Это фильм Алексей Балабанова. А, Алексей Балабанова, да, Алексей Балабанова, прекрасный. Или режиссёр Алексей Балабанова. Хорошо. И давайте вот здесь уже у нас правильные награды, скажем про награды. Этот фильм реально выставлялся, да, в Америке и получил какой-то приз? Фильм получил. Фильм получил. Фильм получил. Призи. Вика. Киномет. Тавер. Да. Ага. Хорошо. Получил приз, или мы можем... Потому что это криминальный. Ага. Дальше тоже у нас уже совсем новый, да, современный фильм. Питер ФМ. Такая романтическая, да, романтический фильм. Такой чуть-чуть драма, чуть-чуть комедия. Очень лёгкий. И он очень атмосферный. Обычно мы его показываем в школе, потому что он именно вот такой... Он демонстрирует очень много видов Петербурга. И плюс он очень атмосферный просто по своему духу. Кто-нибудь смотрел этот фильм, Питер ФМ? Да. Почему он называется Питер ФМ? Потому что она работает для радио Питер ФМ? Да. Она работает для радио Питер ФМ. Да, совершенно верно. Главная героиня, она там как диджей на радио. Да. А другой человек... Конечно, он слышал её голоса. Ну, не совсем так, но вы в чём-то правы. Я не знаю, я даже не смотрела, но... Есть такой эпизод, да. Они действительно связаны с радио очень много. Но ещё это фильм о просто каких-то случайностях, да. Что два человека, им нужно встретиться, но они никак не могут встретиться. Всё время проходят мимо друг друга и никак не могут встретиться. А в фильме много такой современной русской музыки, которую тоже можете послушать просто ради интереса, что какая у нас есть русская музыка. Хорошо. Ну, тут давайте я уже просто сама расскажу, да. Это фильм у нас относительно современный, да. Уже шестой год, уже не советский период. Как я сказала, романтический и чуть-чуть драматический, да. Фильм снят, да. Или режиссёр фильма Оксана Бычкова. И в ролях, да, в фильме снимались Евгений Зеленов и Екатерина Федулова. Получил приз НИКА «Русская киноакадемия». Хорошо. Кто-нибудь... Вот этот фильм. Может быть, кто-то слушал. Очень люблю. Вы любите этот фильм? Ага, это уже часть номер три. А, три. Да, продолжение, да. Это как... О чём говорят? Вы смотрели часть один. Один и два. Один и два. Вам понравилось? Да, очень. Ну да, это... Особенно часть один, да. Часть один, классика, да. Мы всем уже советуем. Обычно в школе у нас очень много заданий на фильм, о чём говорят мужчины, потому что, ну, фильм действительно смешной. И вот эти четыре постоянных персонажа, квартет И, вот эти четыре мужчины, они всегда в каждом фильме вот эта компания. Они путешествуют, они говорят о чём-то, они рассуждают, и у них какие-то бывают такие комичные проблемы. И вот в третьей части они едут в Петербург. Давайте посмотрим. Вроде у нас всё проходит. Мне очень нужно, чтобы сегодня вечером мы все поехали в Питер. Питер. Ты прости разговариваю на совещание. Врачи не рекомендуется. Извините. Он дочка руки делает, а потом ему ещё собаку курить. Вы согласитесь сразу, да? Знаете, я вас в доме уговариваю, спорю, спорю, ссорю, с одним из зданий, всё равно поедем. Ну что, мальчики, стоять будем или в вагон зайдём? А? Получше, Пушкин. Чем меньше женщине звонишь ты, тем лучше всё у вас потом. Пойду позвоню. Медиатор Прохоров, слушай. Я сейчас маме позвоню. Тебе не будет у горе. Там скучно, но пока пахнет. И так едва. Ты давай ей скучно пахнет. Ты знаешь, я от тебя ухожу. Ну почему? Ну почему? Да вот, вот когда мы вот, 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 вот только мы вот. И вот все, ну почему? Согласен. И гости из зеленой столицы. Это же Пиндер. И как сказал поэр, «Люблю тебя, ветра творенье». Он идёт стереотворение. Пускай круто меня заносит. Тихо. Чувствуете? Чувствую. Только что именно? Счастье. Счастье. Душа чуда. Сейчас плюс. А вы чувствовали счастье в русском плоскарном покое? Какое-нибудь там? Счастье. Ну да, фильм такой о дружбе, да? Как четыре друга. Всё никак не могут встретиться. И, наконец, поехали в путешествие. И хорошо проводят время, в общем-то. Как обычно. И, возможно, вам будет интересно посмотреть, потому что здесь много видов Петербурга. Они просто в нестандартных ракурсах это всё демонстрируют. И, конечно, юмор. Можно послушать ради русского юмора просто. Хорошо. И, пожалуй, последний фильм, о котором я сегодня... Да, последний фильм, о котором я сегодня вам расскажу. Это совсем новый фильм. Он называется «Лето». Кто-нибудь слышал об этом фильме? Он вышел совсем-совсем недавно. Он вышел летом. Фильм «Лето», он появился летом. И этот фильм, если кому-то интересна русская музыка, русская музыкальная культура прошлого, это об этом. Фильм о музыке андеграунда. Когда в Советском Союзе была цензура, да, как я уже говорила, пропускала всё только по идеологии. Что-то, какие-то странные слова в песне нельзя было петь. Что это за намёки, да. Нужно было всё по регламенту. И об этой эпохе как раз снят фильм. Об эпохе, когда русские рок-музыканты, они себя как-то начинали идентифицировать, хотели показать себя, что у них есть, но очень лимитированные у них были условия, да. цензура, какие-то советские, советские стандарты, и они выражались как могли. И фильм биография. Биография, потому что здесь как показаны реальные личности, да. Это актёры, но это реальные личности. Может быть, кто-то слышал про группу кино. Это просто идеально в тему нашей презентации. Группа, музыкальная группа, которая называется кино. Главный у них там фронтмен, это был Виктор Цой. Да, если вы ходите по Петербургу, по улицам, всегда на улице музыканты очень часто играют песни группы кино. И актёр, да, он в роли Виктора Цоя, он показывал Виктора Цоя, потому что это просто идол для многих людей, для многих людей современного поколения. Ну и, конечно, там не без всяких таких интересных сцен, как жила культура андеграунда, какую музыку они слушали, что они делали. Но главная характеристика этого фильма в том, что тут скорее дух эпохи. Вы просто можете посмотреть этот фильм и прочувствовать атмосферу, что вообще было в Петербурге в то время. Не так вот стандартно, а как реально было. В квартирах, какие были отношения у людей, что люди слушали, какие у них были интересы и мечты. Этот фильм «Чёрно-белый», да. Этот фильм «Чёрно-белый», ну, поскольку он задумывался как фильм-биография, он, ну, возможно, это такая интерпретация, просто чтобы подчеркнуть какую-то историчность этого фильма. Этот фильм специфичен тем, что там звучит музыка известных русских рок-групп, которые только начинали появляться, да, как группа кино. Это самый-самый старт группы кино. Также там есть Майк Науменко, это очень знаменитый музыкант, да, в Петербурге его тоже все знают, любят играть в его песни. Есть фигурируют, да, как характеры персонажей. Борис Гребенщиков, может быть, кто-то слышал, группа «Аквариум». В общем, это фильм о русской рок-культуре того времени. И режиссёр Кирилл Серебренников. Просто очень много сцен курения сигарет, поэтому предупреждение. «Идеальный концерт» «Пиши свой идеальный концерт». «Так, идеальный концерт». «Стодинам тысячи недели, да». «Думали корнуши». «Вить, ну а ты?» «Я по-другому, конечно, всё это вижу». «Я не чемпион, чувак». «Да сколько к Майку таких ходит?» «Виктор?» «Марик?» «Пусть пять хотели?» «Пойдём». «Виктор?» «Я не стремился». «Будуя, я не стремился». «Новичная песня». «Обна, абомная лёть». «Ты про что поёшь с вами?» «Топ, топ, 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 топ». «Вы всё время хотите с моими песнями что-то сделать». «Ты поёшь сражеские песни?» «Да, шляк!» «Что у вас там происходит?» «Звездки опыта «Музыка», «Музыка» 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 Как тебе за машинкой выключили? Ты не ухнула, у тебя диско такое! А что плохого диска? Их где-то и с юмором надо относиться. Это Девентик, который без денег сказал, что за нам волной будущее. Без денег тебе любят, но твои музыкальные предпочтения. Хочу целовать вечер. Настой Стадельский школьный роман. Кулина, за ручку держимся. Ник Джаги бы вас не понял, Михаил Синьки. Время как жагерами, глутали. Перестань вас помочь, я тяжело. Мне важно знание Майка о моих песнях. Витя надо записывать, пока не поздно. Нет. Вот как ничего, пионер, твоя песня. Вот там люди. Мне кажется, что это мой дом. Мне кажется, что это мой друг. Я не очень понимаю кайфа в стадионах, когда не видишь лиц тех, кому я очень люблю. Лето, потому что саундтрек, саундтрек этого фильма, как раз который пел Майк Науменко, в очках, в черных очках. Человек. Да, она называется Лето. Это просто название песни, которая как саундтрек. Поэтому Лето. Ну и еще, конечно, много эпизодов происходит летом. Просто это время года, когда фильм происходит. Если вам интересно время, когда только начинала появляться русская рок-музыка, я очень рекомендую посмотреть. Очень атмосферный фильм и хорошие песни. Просто хорошие песни. Все. На этом у нас все. И я надеюсь, что вам было что-то полезное. Используйте лексику, используйте конструкции, смотрите русское кино и узнавайте новое. Рассказывайтесь, делитесь. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.